За последние 15 лет темпы в Октябрьской области стали выращивать в два раза больше лошадей. Для дальнейшего развития отрасли нужно усилить научную работу, создать в регионе селекционный центр и проработать механизмы государственной поддержки. Эти и другие вопросы фермеры обсуждали на Республиканском научно-практическом семинаре по развитию продуктивного коневодства. Ученые не без гордости показывают участникам семинара эту коневодческую ферму, расположенную в пригороде. Здесь разводят лошадей мугалжарской и кушумской пород, выведенных актюбинскими селекционерами. Сейчас в хозяйстве более 400 животных. Эти лошади отличаются высокой мясной и молочной продуктивностью. У нас есть все возможности для разведения любого вида скота. Традиционного для казахов хватает и пастбищ. Нами принимаются все меры по развитию племенного животноводства. Лошади пород мугалжар и кушум становятся гордостью не только нашей области, но и всей страны. Спрос на них растет с каждым годом. За последние 15 лет количество коневодческих хозяйств в регионе увеличилось вдвое. При этом доля племенных лошадей достигла 17,5%. Но эту цифру можно увеличить в разы. Для этого планируют усилить научную работу и создать в регионе селекционный центр. Взгляд на эту отрасль на сохранение племенных лошадей нужно изменить кардинально. Тогда не будет проблем с мясом и молоком. Да и здоровье населения станет лучше. Вес некоторых жеребцов этой породы достигает 644 килограммов. Всю зиму они находятся на подножном корму. Поэтому их содержание не требует больших затрат. Кроме того, чтобы поднять развитие отрасли на более высокий уровень, говорят фермеры, необходимы государственные субсидии. А еще нужно обеспечить коневодческие хозяйства пастбищами и задействовать в обороте неиспользуемые земли. Наталья Салькова, Айнадин Булдобеков. Итоги дня. Октубе.